Студенты в зале, студенты на сцене. Первый в Иванове фестиваль юмора не случайно совпал с Татьяниным днем. В городе молодежи весельчаков хоть отбавляй. У нас команды из разных вузов. Сельхозакадемия, медакадемия, сборные команды. Поэтому посмотрим, кто победит. Состав команды Сельхозакадемии «Девчонки» подтверждает стереотипы о городе невест. Но руководит коллективом все же мужская рука. Владимиру в девчачьем коллективе приходится непросто. Ну иногда думаешь, ну вот зачем ты это делаешь, а потом вспоминаешь, что отчислят и делаешь все как нужно. Шутки у команды в основном о девушках и взаимоотношениях полов. А эта тема в плане юмора неиссякаема. Представьте, встреча с бывшим. Ну привет. Привет. Ты возмужал? Ты тоже. А ты все шутишь, да? Какие шутки? У тебя прям бедуха нормальная такая. Ну хватит. Может попробуем все вернуть? Слушай, я как раз подумал, что нет. В смысле? Ты мне перешел должен, скамьяк. В фестиваль открытый. На одну сцену с ивановскими юмористами вышли участники из Кинишмы и Шуи. Приехали и гости из соседних регионов. Стас из Ярославля выступает в жанре стендапа. Я тебя напомнил, что очень стыдно покупать туалетную бумагу. Вот и вместе с продуктами вот только туалетную бумагу, да? Вот и только один рулон и просить, чтобы дали задачу побыстрее. Это чертовски стыдно. Я как-то был в магазине, покупал бумагу. И в какой-то момент я вспомнил, что у меня на кухне подгнила картошка и появились мошки. Я думаю, ну нужно взять тифлофос. И вот с этим набором бумаги и тифлофос я иду на кассу, понимаете? Вот вы даже не представляете, как на меня дико смотрели люди, честно. Я думаю, что в какой-то момент, когда мне подойдет какой-нибудь мужик и скажет, братан, ты же понимаешь, что это не освежитель воздуха. Выступление наедине со зрителями, когда ни музыки в помощь, ни товарищей по команде, намного сложнее. Все зависит от качества шуток и актерских данных стендапера. Ну и, конечно, важна тематика. Очень сложно писать какой-то актуал, потому что этот материал не сохраняется. Поэтому мы всегда пишем на извечные темы, любовь, девушки, ну и, конечно, отношения с родителями. Эту тему я вот люблю очень трогать. Фестиваль для Иванова первый, но не последний. Руководство города планирует сделать его ежегодным подарком студентам на их профессиональный праздник. Наталья Кутарина, Денис Денисов, РТВ Иванов.